Домой они ехали молча. Таксист окинул Джуда долгим внимательным взглядом и сказал. — Поеду, если накинете, двадцать долларов сверху. — Ладно, — ответил Вильям. Небо уже светлело, но он знал, что заснуть не получится. Джуд отвернулся и глядел в окно, а когда они вернулись домой, он споткнулся у порога, медленно побрел в ванную, и Вильям понял, что он хочет там прибрать. — Не надо, — сказал он, — иди ложись. И Джуд в кое-то веки, послушавшись его, развернулся, поплелся в спальню и практически мгновенно уснул. Вильям, усевшись на кровать напротив, наблюдал за ним. Он вдруг ощутил каждый свой сустав, каждую мышцу и косточку. Ему показалось, будто он разом, разом состарился, и поэтому он несколько минут просто сидел, уставившись на Джуда. — Джуд! — позвал он. Потом позвал снова, погромче. Но Джуд не отзывался. И тогда он подошел к его кровати, перекатил Джуда на спину и, немного поколебавшись, отогнул правая рука в его рубашке. Ткань не скручивалась, а скорее сгибалась и надламывалась, будто картон. Рука Вильяму удалось отвернуть только до локтя, но шрамы и так уже были видны. Три ровных белых колонки, в дюйм шириной, слегка вспухшие, так что кожа бугрилась лесенкой. Он просунул палец под рукав, нащупал дорожки, уходящие вверх к плечу, но, дойдя до бицепса, остановился, передумал и убрал руку. Осмотреть левую руку Вильям не мог. Энди разрезал рукав и перебинтовал все предплечья до локтя. Но он знал, что и там точно такие же шрамы. Он соврал, Энди, когда сказал, будто не знает, что Джуд себя режет. Формально это было правдой. Он никогда не видел, как тот себя режет, но знать знал. И давно. В то лето, когда умер Хемминг, и они поехали в гости к Малкольму, они с Малкольмом напились однажды вечером и наблюдали за Джудом и Джей Би, которые ходили гулять к дюнам, а теперь, швыряясь друг в друга песком, шли обратно к дому. И вот тогда Малкольм его спросил. «А ты заметил, что у Джуда вся одежда с длинными рукавами?» Он что-то буркнул в ответ. «Конечно, он заметил. Еще мы не заметить, особенно в такую жару. Просто предпочитал об этом не думать. Ему часто казалось, что его дружба с Джудом в основном и заключается в том, чтобы не спрашивать того, о чем спросить необходимо, потому что ответ услышать страшно». Они помолчали, наблюдая за тем, как пьяный Джей Би растянулся на песке, и Джуд, прохромав к нему, принялся его закапывать. «У Флоры была подруга, которая всегда ходила в одежде с длинными рукавами», продолжил Малкольм. «Ею ее звали Марьям. Она себя резала». Вильям молчал до тех пор, пока молчание не стало таким натянутым, что ему показалось, будто оно ожило. У них в корпусе жила девушка, которая тоже себя резала. Она отучилась, с ними первый курс, но тут до него вдруг дошло, что он ее уже год как не видел. «Почему?» – спросил он Малкольма. Джуд уже закопал Джей Би по пояс. Джей Би не стройный, не связанный, а что-то напевал. «Не знаю», – спросил Малкольм. «Там все было сложно». Вильям подождал, но Малкольм, похоже, больше ничего говорить не собирался. «И чем все закончилось?» «Не знаю. Когда Флора уехала в колледж, они перестали общаться. Больше она о ней ничего не рассказывала». Они снова умолкли. Он знал, что как-то так вышло, как-то они так молчаливо условились, что за Джуда в первую очередь отвечать будет он, и он понял, что Малкольм пытается подсунуть ему какую-то задачку, требующую решения. Хотя, что это за задачка и какое у нее вообще может быть решение, он толком не знал и готов был поспорить, что Малкольм тоже не знает. Следующие несколько дней он избегал Джуда, потому что понимал. Останься он с ним наедине, не сможет удержаться от разговора. А пока что Вильям и сам точно не знал, хочется ли ему с ним разговаривать, да и о чем говорить не знал тоже. Избегать его было несложно. Днем они всегда были вместе, вчетвером, а по вечерам все расходились по своим комнатам. Но однажды вечером Малкольм и Джейби ушли за лобстерами, а они с Джудом остались на кухне мыть салат и резать помидоры. День выдался долгим, сонным, солнечным. Джуд в кое-то веки был в приподнятом, почти беззаботном настроении. И еще не договорив, Вильям уже заранее расстраивался, что испортит этот идеальный миг, когда все, от закапанного алым неба до ножа, что так ловко резал овощи, складывалось в такую безупречную картину. «Может, какую-нибудь мою футболку наденешь?» — спросил он Джуда. Джуд молча вырезал сердцевинку помидора, окинул Вильяма ровным, ничего не выражающим взглядом и только потом ответил. «Нет». «А тебе не жарко?» Джуд улыбнулся легонько, предостерегающе. Вот-вот снова похолодает. Он был прав. Когда скрылся последний блик солнца, стало прохладно, и Вильяму самому пришлось идти к себе в комнату за свитером. Но он уже и сам понимал, что скажет глупость, что стоило ему завести этот разговор, как он перестал с ним справляться, будто с рвущейся из рук кошкой. «Ты же все рукава в лобстере перепачкаешь». В ответ Джуд как-то странно крякнул. Не засмеялся. Слишком громким, слишком лающим вышел звук и снова взялся за овощи. «Я как-нибудь справлюсь, Вильям», сказал он. И хоть он очень мягко это произнес, Вильям заметил, как крепко он стиснул, сдавил даже ручку ножа, так что костяшки стали сально-желтого цвета. Им тогда повезло. Повезло обоим, что Джей Би с Малкольмом вернулись прежде, чем они продолжили разговор. Но Вильям еще успел услышать, как Джуд спросил было, «А почему ты...» Он так и не договорил. Да и вообще, за весь ужин, после которого рукава у него остались идеально чистыми, не сказал Вильяму ни слова. Но Вильям знал, что вопрос был не «а почему ты спрашиваешь», а «почему ты спрашиваешь». Ведь Вильям всегда старался не выказывать излишнего интереса к шкафу с многочисленными ящиками, в котором прятался Джуд. «Будет, а кто другой», — твердил себе Вильям, он бы не колебался ни минуты. Он потребовал бы объяснений, обзвонил бы всех общих друзей, уселся бы с ним рядом и криками, мольбами и угрозами вытянул бы из него признание. Но если хочешь дружить с Джудом, подписываешься совсем на другое. И он сам это понимал. И Энди это понимал. И все они это понимали. Ты учишься не обращать внимания на голос инстинкта, гонишь от себя все подозрения. Ты понимаешь, что доказательством вашей дружбы становится умение держать дистанцию, верить в то, что тебе говорят, отворачиваться и уходить, когда перед тобой захлопывают дверь, а не пытаться ее выломать. Военные советы, которые они держали вчетвером, когда дело касалось других, когда они думали, что девушка, с которой встречается черный Генри Янг, ему изменяет, и не знали, как ему об этом сказать, когда они знали, что девушка Эзра ему изменяет, и не знали, как ему лучше об этом сказать. Таких советов они никогда не станут держать от Джуди. Он сочтет это предательством. Да и толку от них не будет. Весь оставшийся вечер они друг друга избегали. Но когда Вильям уже шел спать, он вдруг задержался возле двери Джуда, занес было руку, чтобы постучать, но потом передумал и пошел к себе. Что он скажет? А что он хочет услышать? И Вильям ушел. И вел себя, как ни в чем не бывало, и на следующий день, когда Джуд ни словом не обмолвился о прошлой вечере и их почти разговоре, Вильям тоже промолчал. И вскоре и этот день сменился ночью, а за ним еще один и еще. И они все дальше и дальше удалялись от того времени, когда Вильям хотя бы попытался, пусть и безуспешно, добиться от Джуда ответа на вопрос, который у него не хватало мужества задать. Но вопрос так никуда и не делся. Он пробивался в сознание в самые неожиданные минуты, упрямо пролезал вперед всех его мыслей и каменел там, будто тролль. Четыре года назад, когда они с Джей Би учились в магистратуре и снимали на двоих квартиру, к ним в гости приехал Джуд, который доучивался в Бостоне, в юридической школе. И тогда ночью дверь в ванной тоже оказалась запертой. И Вильяма вдруг охватил необъяснимый ужас. Он принялся колотить в дверь, и Джуд вышел к нему сердитым, но... или это ему только показалось, в то же время почему-то виноватым видом спросил, что такое Вильям. И Вильям, зная, что тут что-то не так, снова не сумел ему ничего ответить. В ванной стоял терпкий и резкий, металлический ржавый запах крови. И Вильям даже порылся в мусорной корзине, нашел скрученную обертку от пластыря, но не знал, валялась ли она там с ужина, когда Джей Би ткнул себе в руку ножом, пытаясь нарезать морковь прямо в руке. Вильям подозревал, что тот вел себя на кухне подчеркнуто неуклюже, чтобы его не просили помочь, или осталось от ночных самоистязаний Джуда. Но он опять, опять ничего не сделал. И, проходя мимо Джуда, который спал или притворялся, что спит, на диване в гостиной, он так ничего и не сказал. Ничего он не сказал и на следующий день. И дни шелестели один за другим чистыми листами, и каждый день он ничего, ничего, ничего ему не говорил. А теперь это. Если бы он сделал что-нибудь, что, три года назад, восемь лет назад, случилось бы это сегодня. И что такое это, это? Но теперь он заговорит. Потому что теперь у него есть доказательства. Потому что, если он и теперь позволит Джуду увернуться, избежать расспросов, сам Вильям и будет виноват, если что-нибудь случится. Едва он принял решение, как почувствовал, что на него наваливается усталость и уносит все ночные страхи, тревоги и волнения. Был последний день года. Он прилег на кровать, закрыл глаза, и едва успел удивиться тому, что сон пришел к нему так быстро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова